Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я расскажу вам, почему нельзя ничего есть после 16.00. Я полностью это обосную, доказательно, безапелляционно, это просто истина. Итак, кто хочет быть здоровым человеком, этот фактор соблюдать надо однозначно. Почему, сейчас всё услышите и поймёте. Разумеется, в этой связи я поясню вам кое-что о панкреатите, который сейчас в хронической форме есть у каждого второго человека. Почему есть на ночь – это страшная пагуба для организма. Кое-что поясню о калориях, приведу в пример известное выражение Суворова и в этом смысле сравним с современными тружениками тех его солдат, скажем, которые питались по-другому. В данном видео важно всё, от А до Я, смотрите его, не прерываясь, полностью. Итак, поехали. Дело в том, что это утверждение абсолютно обосновано, что питаться можно, принимать пищу только до 16.00, не позже, потому что поджелудочная железа интенсивно работает до этого времени, а вот после замедляет и вовсе прекращает выработку многих гормонов и ферментов, пищеварительных ферментов. Принимая пищу после 15.00, мы заставляем работать поджелудочную железу просто круглосуточно, без отдыха. Но круглосуточно она работать по своей физиологии не может, так как у неё есть тоже свои биологические часы, и вот уже после 18.00 она переключается в режим как бы саморегенерации своих тканей и перестаёт вообще вырабатывать пищеварительные ферменты. Напомню, что поджелудочная железа вырабатывает основных три фермента. Это трипсин, который допереваривает белки, попавшие из желудка в 12-перстную кишку. Это липаза, фермент, который переваривает жиры. И фермент амилаза, который переваривает углеводы. Так вот, поджелудочной железе по-хорошему нужно переваривать пищу до 16.00 не позднее. И потому лучше последний раз в этот день принимать пищу до 15.00, а то и до 14.00, как совершенно справедливо советуют некоторые специалисты. Если же человек поел после 16.00, то в зависимости от типа пищи, количество пищи и комбинации между компонентами данной пищи, она остаётся в тонком кишечнике, а именно в первом её отделе, то есть в 12-перстной кишке, при температуре 38 градусов по Цельсию до 9 утра. Ну, когда пищеварение запускается вновь. Так вот, всю ночь пища в кишечнике гниёт и бродит. А далее она ещё должна пройти 5 метров до конца тонкого кишечника и 2 метра по толстой кишке. Бактерии кишечника вызывают, конечно же, брожение, вздутие и газообразование. Так возникает СИБР, то есть синдром избыточного бактериального роста, а также дисбактериоз и, конечно же, синдром раздражённого или так называемого перфорированного кишечника, которые, в свою очередь, приводят к различным заболеваниям и дефицитным состояниям по тем или иным питательным веществам. Токсичные же вещества при этих состояниях поступают в больших количествах с током крови по коллектору воротной вены из кишечника в печень. А печень – это главный фильтр нашего организма. Этот орган вынужден в этом случае работать с перегрузкой по утилизации и переработке этих токсичных метаболитов. И уже тогда с другими своими важными функциями, а у печени их более 500, не справляется. Так возникают различные заболевания печени от гепатохолециститов и калькулёзных холециститов до иных болезней, вплоть до цирроза. А вслед за болезнями печени рушится и весь организм. Ну да, на это нужны годы. Кому-то больше времени на это надо, кому-то меньше. И очень многое зависит от потребляемой пищи, от её количества, от её качества и от её состава. Ну а затем на очереди стоит поджелудочная железа. Кстати, а вы знали, что может спасти человека при остром панкреатите? Старые врачи это прекрасно знали. Только голод. Только. Да, конечно, сейчас дают гормоны и другие препараты. И они иногда спасают человека действительно на время. Особенно при острых приступах. Но если ничего принципиально в своей жизни не менять, не устранять саму первопричину панкреатита, время будет работать точно не на вас. И любой следующий приступ может стать последним. Как это, собственно, и происходит для тысяч людей. Ну а хронический панкреатит сейчас у каждого второго человека. Запомните, только голод даёт поджелудочной железе время на самовосстановление. Кстати, посмотрите мою лекцию про лечебное очищение и голодание. Ну а что же делать тем, кто не хочет допустить до такого тяжёлого состояния свой организм? И, собственно, стоять потом на пути, на грани жизни и смерти? Да очень просто. Необходимо не есть ничего на ночь. Перейти на простое интервальное, условное, скажем так, голодание, как природно обусловленный такой цикличный режим питания. Скорректировав своё питание, но об этом дали. Кстати, в этой связи посмотрите моё видео «Мясо». Но только потом, после этого видео, по ссылочкам внизу будет. Кстати, если вы последний приём своей пищи организуете до 16.00, то тогда вы сможете, во-первых, раньше засыпать, без будильника подниматься спокойно в 5-6 утра, а кто-то и раньше, если вы живёте, скажем, за городом, на селе, на земле, и будете высыпаться, не будете разбитыми, будете отдохнувшими. Но это будет не сразу, не завтра. Не имея серьёзных заболеваний, недели через две, а может быть, даже и быстрее. Тем более, если вы ещё и скорректируете своё питание. Но об этом вы можете посмотреть в моих других лекциях, как нужно корректировать питание, чтобы оно всё-таки приблизилось к естественному, видовому, адекватному человеческому питанию. Итак, мы делаем абсолютно понятный вывод. Еда на ночь – страшная пагуба для организма, и спорить здесь абсолютно не о чем и не с кем. Ещё великий Суворов говорил, завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем, а ужин отдай врагу, врагу. Всё правильно. Он не просто знал, а он видел, он понимал очевидное. На тысячах, десятках тысяч солдат это было очевидно и абсолютно. Он не хотел, чтобы его солдаты наутро вставали вялыми, без сил и моральных, и боевых. И эта мудрость, и эта истина пусть послужит уроком и напоминанием тем умникам, которые от своей зависимости и слабости духа не желают изменить свои пристрастия, но желают продолжать и далее, без угрызений совести, говорить глупости вот такого рода, как, например, «при тяжёлой физической работе надо поесть после тяжёлого трудового дня». Ну тогда очнитесь, вот такие люди, хоть теперь. Будьте честны перед собой и осознайте, наконец, что, к примеру, у солдат Суворова 18 века жизнь была гораздо сложнее, чем у вас. Уж поверьте, это так, это просто очевидно. И физического труда тогда было несоизмеримо больше, чем у вас сейчас. Так ведь? Как вы не будете с этим спорить? А сил, выносливости, энергии у них было явно больше. И сто раз был прав Суворов, а не вы, кто желает удовлетворять свои не энергетические и питательные надобности. Нет, а исключительно вкусовые ощущения и наслаждения. И поэтому вы и набиваете свой живот вечером, а кто-то даже и ночью. А всё остальное – это дешёвые отговорки, чтобы свою совесть заболтать и успокоиться, вот в чём дело. И продолжать далее набивать пузо на ночь. Но эта позиция нечестная. Да, другим подтверждением сказанного мною служит, например, следующее. Вот скажите, пузо или складки, вот где раньше у вас была талия, есть у вас? А тяжесть по утрам после сна? Тяжесть в животе, то есть тяжесть в прямом смысле слова. И усталость есть у вас? Ну, в смысле, что мало энергии, разбитые утром встаёте. Как будто не спали всю ночь. Присутствует такое у вас? Ну вот. Но если вы ещё молоды и относительно здоровы, и рады мне возразить, что, мол, у меня такого нет, я очень рад за вас. Но не хорохорьтесь. Это быстро проходит. И у вас ещё всё впереди. Посмотрите на миллионы других людей вокруг вас. И вы будете как они. Просто не сегодня. Думаете, ну и пусть. Пусть я буду таким потом. Мол, буду таким орлом из притчи известной. Ну-ну, поверьте, что завтра вы пожалеете об этом. Ведь не вся жизнь у вас впереди, как вы наивно полагаете, из-за молодости или глупости. На два года такой прожигательной жизни с таким питанием вы теряете год потенциально возможный, но уже упущенный. И, конечно же, пожалеете о растраченных в пустых годах. Но тогда, когда вы пожалеете, тогда уже будет поздно. А полученные, но не растраченные калории имеют свойство запасаться в жировой ткани и с возрастом. Когда выработка гормона роста у вас снижается. Процесс аутофагии, то есть самоочищение на клеточном уровне, замедляется. А митохондрии теряют свою активность. И у вас возникает инсулинорезистентность и прочие проблемы. Вот тогда у вас будет всё. Как и у всех прочих. Как всегда, если сейчас вы не измените своё питание и образ жизни. Так что, если вы страдаете любовью вкусно поесть, но пытаетесь компенсировать эту единственную, как многие говорят, радость жизни, спортом, то тогда держитесь как можно дольше. Ибо, как вы перестанете заниматься спортом интенсивно, но вкусы-то свои, пищевые привычки у вас останутся прежними, они вас не оставят, то вы быстро нагоните упущенное и эти лишние калории, а также продукты чрезмерного метаболизма, не в полной мере выводимые из организма при этом уже ином, не как в молодости метаболизме, у вас не только перейдут в складки, но и в артериальную гипертензию, висцеральный подкожный жир, атеросклероз. Впрочем, у спортсменов, как и у бодибилдеров, качков, это бывает даже уже при их жизни и обычном занятии спорта. А потом еще люди удивляются, что у них инсульт, инфаркт, а они вроде бы молоды и спортом занимаются. Запомните, внешне подтянутый и накачанный человек это не синоним здоровый человек. Так вот, потом еще удивляются диабету, ишемии, одышке, аутоиммунным заболеваниям, особенно если вы любите тортики, мясо и молоко. Эти и другие прочие болезни непременно раньше, чем положено, вызовут более раннюю, то есть смерть, возможно, долгую и нелегкую. И не надо рассказывать про бабушек с дедушками, которые там прожили 90-100 лет. Вы уже не эти бабушки и дедушки и столько не проживете. Сразу здесь скажу, опережая наперед, зная, что некоторые люди и здесь протесты будут выражать. Так вот, для протестующих и любящих выдавать желаемое за действительное, а также любителям нелогичных аналогий про бабушек и дедушек, и вроде все так же и у вас, типа, почему-то, как в волшебной сказке будет. Нет, скажу сразу наперед. Под видео, под этим, будет ссылка на все мои лекции, на плейлист по долгожителям. Там объективная дана мной аналитика о причинах и долгой жизни по регионам, по историческим эпохам. Все причинно-следственные связи я там даю. Кто захочет это изучить, а не верить, посмотрите. Поймите, дорогие товарищи, не стоит еда того, не стоит. И ваши пищевые зависимости, которые вы любой ценой удерживаете и пытаетесь как-то обосновать, не стоит того. Наслаждение от еды для духовно развитого человека сто крат ниже творческих и душевных радостей. И если вы с этим не согласны, то это вовсе не означает, что это не так. Эти зависимости, поверьте, легко лечатся пониманием этой проблемы и силой воли. Пройдет буквально неделя иной жизни, и вы уже в недоумении будете, как же легко вы побороли многолетние привычки и зависимости и стали энергичнее. И у вас вернулась, как говорят, вторая молодость. В завершении вот вам мой совет. Пока вы еще относительно здоровы, не тратьте свой резерв организма, который не вечен за зря. Да, кто-то из вас спросит, а пить воду на ночь можно или чай? Нет, позднее 18.00. Нельзя, не надо. Поберегите еще немного хотя бы и почки свои. И вообще, дайте организму своему отдохнуть ночью. Им, всем нашим органам, ночью тоже нужен отдых. Представьте себе, органы ночью должны заняться самовосстановлением, а не переработкой пищи и ее утилизацией. Ну, а теперь скажу следующее. Кто легко и просто захочет изменить свое питание и убрать эти чертовы зависимости от еды? Смотрите мои следующие видео. Итак, первое, интервальное голодание. Второе, калории. Третье, как убрать бока, жир, живот. Четвертое, кетопитание, веганская кетодиета. Пятое, печень, поджелудочная железа и желчный пузырь. Шестое, ходите ночью в туалет. Седьмое, как укрепить иммунитет. И восьмое, чистим сосуды, укрепляем сердце. Все это звенья одной цепи. Все это между собой связано неразрывно. И эти видео даны по ссылочкам вот под тем видео, которое вы сейчас, я надеюсь, досмотрели. Главная моя задача, вот почему я это все вам рассказал в данном видео, была в том, чтобы вы очнулись и поняли, что это одна из главных причин многих проблем и болезней. Чтобы вы сказали себе, хватит, я не буду изнашивать свой организм по такой глупостям своим и пристрастиям. И, конечно, чтобы вы поняли, что это все очень просто и легко решается. И вы завтра будете смеяться над собой вчерашним, убежденным человеком, что вам это невозможно, трудно и так далее и тому подобное. Ну, а в моих прочих прошлых видео вы найдете все ответы на те вопросы, которые сейчас, возможно, у вас приходят в голову и вам что-то непонятно. Напишите под этим видео, какие темы вы хотите, чтобы я осветил, какие разборки сделал. Ну, и напишите обязательно, хотите ли вы, чтобы я сделал видео о работе митохондрий наших энергетических станций организма и разобрал вот эту митохондриальную теорию старения человека. Ну, а на этом все. Я желаю, как всегда, хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, всем людям вообще здравомыслия. Ну, и увидимся. До новых встреч. До свидания.